Привет, уважаемые зрители моего канала. Сегодня рассмотрим стратегические игры в реальном времени. И перед тем, как я начну, напомню вам, что по ссылкам под видео вы всегда можете найти игры по хорошим ценам и быстрой доставке. Ну а теперь готовьтесь узнать о новых стратегиях, которые смогут подарить вам не только удовольствие, но и успех в виртуальных сражениях. Tempest Rising рассчитан на любителей стратегии в реальном времени. Этот тайтл подражает классическим представителям жанра РТС из конца 90-х и началах нулевых. Видеоигра использует изометрический вид, однако у нее полностью трехмерная графика. На выбор дается три фракции и игровой процесс за каждую из них заметно отличается. Проект выполнен в научно-фантастическом сеттинге. В 1960-х годах Карибский кризис закончился полномасштабным конфликтом. Сверхдержавы обменялись ракетными ударами, после чего на земле наступила ядерная зима. Действие тайтла начинается спустя 40 лет после той войны. История раскрывается в двух кампаниях, суммарно насчитывающих 30 миссий. Кроме них есть одиночные сражения на картах с ботами. Еще присутствует мультиплеер с обычными и рейтинговыми матчами. В нем игрокам доступна легкая кастомизация. В сетевых зарубах геймеры могут воевать между собой и сражаться вместе против искусственного интеллекта. Геймплей напоминает серию командовать и завоевывать. Здесь тоже надо отправлять аналоги Хавер Венстернов на добычу ценного минерала. В данном случае ресурс под названием Tempest, вокруг которого и завязан весь сюжет. Помимо этого тут надо отстраивать базу, развивать экономику, штамповать юнитов, захватывать ничейные постройки, а также биться с вражеской армией и нейтральными существами. Broken Arrow это масштабная стратегия в реальном времени, где вам предстоит принять участие в военных действиях в современных реалиях. Принимайте участие в столкновениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, примите одну из сторон конфликта и продемонстрируйте выдающие лидерские качества, отдавая приказы на поле боя. Формируйте отряды, расстанавливайте свои юниты в выгодные позиции, а также наслаждайтесь повышенной реиграбельностью за счет гибких настроек, которые позволят сделать каждую битву запоминающейся. Оригинальная задумка и достойная реализация делает игру по-настоящему уникальной и открывает огромный спектр возможностей перед игроками. Несмотря на то, что в игре отсутствует процедурная генерация, вам будет интересно вновь и вновь возвращаться к уже изученным картам и битвам, ведь из-за развитого искусственного интеллекта и более 300 юнитов вы точно сможете придумать новую тактику и обойти врага любой ценой. Будьте максимально гибкими, ведь искусственный интеллект анализирует ваше поведение и старается остановить вас. Вашими больными сражениями станут города, где вам предстоит перемещать технику по узким, предназначенным для машин улочкам, а также учитывать особенности ландшафта при размещении армии. Отличной особенностью стало то, что от вашего планирования зависит в разы больше, чем может показаться на первый взгляд. Например, даже если ваша армия уступает противнику силой или количеством бойцов, то вы все равно можете одержать победу, если ответственно подойдете к разработке стратегии. В Zero Space действие игры разворачивается в 4050 году в орионском рукаве Млечного Пути и переносит вас во вселенную, где различные инопланетные и человеческие группировки борются за господство. Хрупкий мир, поддерживаемый светом хранителей, находится на грани и ему угрожают загадочные события. Как человеческий префект протектората, вы призваны присоединиться к совету и разгадать космическую тайну, встретившись с неизвестными инопланетянами и отправившись в путешествие по неизведанному космосу. Благодаря продуманному и интуитивному понятному интерфейсу вся стратегия понравится любому геймеру и в то же время даст возможность хардкордным игрокам освоить безграничную лестницу навыков. Окунись в мир полный тайн и опасностей. Путешествуй по разным планетам на своем модернизируемом корабле, руководствуясь системой ролевых игр, основанной на системе выбора. В мере путешествия улучшай свой корабль, набирай героев и налаживай сложные взаимоотношения. Терминатор Дарк Фейт Дефанайз позволяет окунуться в суровый мир боевых действий, что происходит на территории разрушенных городов. Игра выполнена в сеттинге постапокалипсиса, где между человечеством и сетью интеллектуальных машин Легион происходит конфликт. Люди вынуждены сопротивляться восставшим роботизированным киборгам, чтобы положить конец наступлению противника и не дать роботам захватить планету. Геймплей в игре выполнен в стиле классической стратегии в реальном времени, где приходится погрузиться во вселенную Терминатор Дарк Фейт. Игроки могут проходить одиночную сюжетную кампанию, разбитую на уровне, или опробовать сетевой режим, где получится столкнуться с другими юзерами на симметричных картах, выбирая одну из трех доступных фракций – основатель, легион или сопротивление. После судного дня придется исследовать руины городов и искать новых выживших, обретая союзников и находить дополнительные припасы. В сражениях игроки будут полагаться на силы повстанцев, применяя военную технику, такие как танки, бронетранспортеры и авиация. Также придется нанимать новых бойцов и приобретать улучшенное вооружение, выполняя основные цели миссии. Fragile Existence забрасывает пользователей в 22 век, а именно в 2173 год. Здесь земля подверглась нападению флота неизвестного происхождения. Вся планета и прилегающие к ней территории оказались уничтожены и превращены в руины. Остатки населения были вынуждены покинуть небесное тело из-за высокого уровня угрозы. Теперь им предстоит выживать вдали от дома, осваивая отдаленные участки галактики, пытаясь обеспечить свое существование. Геймеру же предоставляется возможность управлять этой группой и вести ее за собой на пути к лучшей жизни. Каждый объект, представленный в игре, кажется загадочным и опасным. Отдавать приказ о высадке может только игрок, и он несет ответственность за сохранность своего отряда. Чтобы начать исследование, достаточно подвести корабли на приемлемое расстояние и использовать соответствующую функцию. Далеко не все планеты будут иметь подходящие условия для существования и длительного проживания. Но если нужное место все же найдено, можно начинать обживаться. И хотя самым ценным ресурсом всегда останутся люди, важно позаботиться о сборе ресурсов непосредственно для строительства и производства. Жилые комплексы, оборонительные системы, энергетические блоки и прочие штуки сформируют основу всего поселения. Но стоит учитывать, что враги будут искать выживших и любыми способами пытаться их уничтожить. Поэтому необходимо также разработать план по продвижению вглубь галактики. Каждая следующая планета может оказаться настоящим золотым кладом, имея в себе десятки или даже сотни тонн ценного материала. Санктуарий Shattered Sun. Это масштабная стратегия в реальном времени. На дворе 2758 год. А вот почти полная мега структура, известная как светилище, охватывает солнце. Эта гигантская многогранная металлическая платформа теперь укрывает более триллиона жизней. Увы, санктуарий далек от идеализированного рая, каким должен был быть на самом деле. Разрушенные войной оболочки городов, выставленные перед темнотой космоса. Болезненно напоминаю о лучших днях, давно прошедших. В игре вы можете выбрать одну из трех фракций, сражающихся за господство над сферой Дайсона. Каждая фракция использует разные тактики, оружие и юниты для достижения единственной цели – триумфально править солнечной системой. Геймплей понравится любителям олдскульных стратегий в реальном времени, отличающихся техническими уровнями, подточной экономикой, центральным командованием дениц и улучшениями. Санктуарий предпочитает макро, а не микро, позволяя вам сосредоточиться на более широкой картине, используя очереди строительства, сохраняя базовые шаблоны и даже отдавая приказ юнитам до того, как они завершат строительство. Думайте буквально, если вам удастся создать одно из самых дорогих супероружий санктуария, вы получите возможность уничтожать не только своих врагов, но и саму карту. Высокотехнологичная сфера Дайсона полностью контролирует свою экологию. На некоторых картах есть системы климат-контроля, которые можно использовать для мгновенного замораживания всей карты. Это кардинально меняет то, где может путешествовать армия, замораживая корабли и позволяя сухопутным подразделениям пересекать замерзшую воду. Ратенрейх – это удивительный мир, который очень похож на человеческий. Его населяют антропоморфные животные, причем не только млекопитающие, но еще и ящерицы и тараканы. Эти народы никогда не были в мире, постоянно враждуя между собой за редкое продовольствие и шанс свободно владеть мусорными баками. И как только они обрели новые тела и разум, это открыло им все возможности для войны. Боевые действия не прекращаются уже много лет, и некоторым поколениям кажется, что это никогда не закончится. От городов остались практически только руины, а отстроенные поселения мрачные и готовы развалиться в любой момент от очередного залпа танка. Детей обучают военному делу с самого детства, и для всех это давно стало привычным. Но правительство собирается идти до победного, чтобы царствующей нацией была только одна. Ящерицы из страны восходящего солнца и крысы принимают решение объединиться, чтобы после поделить весь мир на две равные половины и общими усилиями легко забрать себе победу. В Раттенгрейх игрокам предстоит выстраивать мощную тактику и стратегию прямо на линии фронта. Распоряжаясь крысинными солдатами, нужно прорвать оборону своих соперников и сравнять их с землей. Для этого у игроков в распоряжении будет оружие и техника образца Второй мировой войны, с некоторыми модернизациями. Каждая жизнь своего бойца важна, так что стоит постараться, чтобы все вернулись домой. Годсворн – это фэнтезийная стратегия в реальном времени, действие которой происходит во время северных крестовых походов. Захватывай контроль над божественным героем, собирай поклонников, созывай великие армии смертных и мифических существ, и разгроми своих врагов, чтобы доказать свою правоту во главе этих земель. Овладей различными божественными героями, каждый из которых обладает своим набором способностей. Герой получает уникальных юнитов и здания в дополнение к тем, что есть у фракции, что делает каждого из них уникальным в своем стиле игры. Защищай своих последователей и пылай огнем солнца, как богиня Сэлл, или атакуй под прикрытием тьмы, как богиня луны Менес, или же присоединись к ордену и порази язычников, как Архангел Михаил. Штормгейт – это многопользовательский игровой проект, который сочетает в себе экшен и стратегию в режиме реального времени. Сюжетная линия будет рассказывать о вселенной, которая совершенно недавно пережила постапокалипсис. Именно здесь можно встретить прекрасную комбинацию фэнтези и научной фантастики. Все действия в линии сюжета будут разворачиваться во вселенной после катастрофы. Она произошла из-за вторжения инопланетных существ. Именно по этой причине все человечество полностью вымерло. Небольшая часть людей, которым все-таки посчастливилось выжить, отправляется на сражение против инопланетных захватчиков. Отдельно стоит выделить тот факт, что здесь игроки могут даже самостоятельно создавать уникальные локации для сражения, а потом проводить матчи на их территориях. Режим создания очень богатый и без лишних проблем может создавать удивительные игровые проекты. При желании можно даже вносить кастомизацию в имеющихся персонажей, чтобы они лучше вписывались в новый антураж сражений. Все зависит только от геймеров и их фантазии. Мануру Лорд Стратегическая игра в эпоху Средневековья. В центре игровых механик реалистичный процесс строительства зданий и напряженные поединки с вражеской армией. Строительный элемент базируется на исторических данных о городах и деревнях. Все постройки представлены в игре максимально достоверными. Ландшафты и типы местности влияют на процесс формирования поселения. Создавайте торговые маршруты, налаживайте рыночные отношения с соседними городами и займитесь экономическим процветанием поселения. Возначайте разные занятия поселенцам. Они будут заниматься разведением сооружений, другие впахивать плугами поля, третьи располагать железо, пасти овец и так далее. Занятий представлено огромное множество и каждому жителю найдется работа. Мир развивается динамически. Присутствует смена дня и ночи, а также сезонов. Меняется погода, жители города могут подхватить болезни. Также поселение может охватить война, нищета, голод и другие беды. Военные юниты представлены пехотой, конными всадниками и осадным оружием. Баталия представляет собой полномасштабные войны с участием огромного числа юнитов. Разрабатывайте тактику и повышайте навыки солдат. Отряды имеют параметры усталости и боевого духа, про что не стоит забывать. Я надеюсь, что это видео помогло вам узнать о самых интересных и инновационных стратегиях в реальном времени. Стратегические игры продолжают развиваться, добавляя новые элементы и удивляя своих поклонников. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей игровой индустрии. Благодарю вас за просмотр и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин